Мир вам и вашему дому, дорогие подписчики! Представляем вам по счёту 10 выпуск нашей рубрики «Золотая молодёжь». В этой рубрике, как всегда, мы делимся с вами успехами наших соотечественников, которые гордо носят имя нашей страны. С каждым выпуском мы стараемся рассказать вам о героях, которые достойны звания быть золотым. Итак, если вы готовы, поехали! Боротов Фархад Боротбоевич. Родился 8 октября 1992 года в городе Гулистан, Республике Таджикистан. В 2010 году закончил президентскую школу для одарённых детей города Бустон. После окончания школы с отличием поступил в Сибирский государственный индустриальный университет города Новокузнецка, Кемеровской области, на специальность «Металлургия цветных металлов» и закончил с отличием в 2015 году. За время учёбы в университете он зарекомендовал себя как ответственным и целеустремлённым и организованным студентом. Добросовестно исполнял обязанности старосты и профорга группы. Являлся руководителем студенческого совета Института металлургии и материаловедения, а также руководителем инициативной группы «Мы за дружбу народов». Был назначен на повышенную государственную академическую стипендию, а также на стипендию губернатора Кемеровской области. По сегодняшний день принимает активное участие в различных культурно-массовых мероприятиях Кемеровской области и в научных конференциях. В 2010 году Фархад участвовал во втором открытом конкурсе юных радиокорреспондентов «Как слово наше отзовётся» в рамках специализированной выставки и ярмарки «Реклама, СМИ, полиграфия» и был награждён дипломом за третье место в номинации «Лучший радиокорреспондент-студент», а также отмечен почётной грамотой лауреата конкурса юных корреспондентов города Новокузнецка в номинации «Профессиональные признания». В 2011 году создал инициативную группу «Мы за дружбу народов», где основная задача инициативной группы была формирование толерантного отношения студентов к людям в различных национальностях и к друг другу в современных условиях жизни. В 2011 году Фархад был награждён дипломом за первое место в номинации «Читец литературного произведения. Поэзия. Фестиваль непрофессионального студенческого творчества. Студенческая весна 2011». По направлению «Художественное слово». По результатам активной общественной работы в университете награждён почётной грамотой за творческую инициативу и активное участие в культурной жизни университета на ректорском приёме по итогам 2011 года. По результатам активной и общественной работы в университете награждён благодарственным письмом за творческую инициативу и активное участие в культурной жизни университета на ректорском приёме по итогам 2012 и 2013 учебного года. По собственной инициативе в 2012 году разработал социально значимый проект «День культуры Таджикистана», посвящённый Дню народного единства, после чего был награждён грантом губернатора Кемеровской области на его реализацию. В декабре 2013 года награждён за победу в конкурсе «Командных достижений» с проектом «Моя национальность. Студент» в рамках подпрограммы «Студенческие инициативы» благотворительной программы «Грантовый конкурс. Полюс золота» CAF при поддержке ОАО «Полюс золота» и CAF Charity Aid Foundation. Фархад о своём проекте говорит следующее «Проект «Моя национальность. Студент» внёс большой вклад в развитие сотрудничества между студентами разных национальностей, достойно представили свою инициативную группу «Мы за дружбу народов», расширили представление студентов об особенностях культуры, обычаев, традиций представителей различных национальностей через создание студенческой молодёжной газеты. В 2014 году награждён путёвкой губернатором Кемеровской области в Объединённые Арабские Эмираты за активную гражданскую позицию, успехи в учёбе, творчестве и общественной деятельности. В конце 2014 года Боротов Фархад награждён дипломом за второе место во внутривузовском этапе областного конкурса «Лучший студент 2014 года» в номинации «Студенческие самоуправления». В 2015 году награждён почётной грамотой за лучший доклад на 19-м Всероссийском научной конференции студентов-аспирантов и молодых учёных «Наука и молодёжь. Проблемы и поиски решения». Секция «Металлургические процессы, технологии, материалы и оборудование». В настоящее время Фархад обучается на четвёртом курсе аспирантуры и занимается научно-исследовательской работой «Разработка научных основ и технологий плазмометаллургического производства и нанопорошков Вольфрама» и успешно продвигается по карьерному росту в структурно-сбытовые подразделения Евросхолдинг. Мы желаем Боротову и Фархаду Боротбоевичу успехов в карьере и всех земных благ. На этом мы заканчиваем свой рассказ. В рубрике «Золотая молодёжь» мы выложим самые лучшие истории успеха наших ребят. И может быть именно ты станешь героиней или героем следующего поста. Спасибо за внимание. До скорого!